С Лисичанском вообще все сложно в том плане, что на самом деле бои в городе не ведутся, на подступах города не ведутся. Так город расположен, так сейчас позиционно расположена линия обороны, линия фронта. Поэтому все, что происходит в Лисичанске с обстрелами, это просто выброс вот этой агрессии и злобы орков по отношению к мирным жителям. Ну, не первый день, к сожалению, обстреливаются жилые кварталы, не первый день гибнут мирные жители, и эта ночь и утро, к сожалению, не стали исключениями. Просто из чего-то тяжелого обстреляли жилой квартал, учитывая то, что это панельные дома, то очень большие разрушения. И сейчас работники ДСНС будут пытаться разбирать эти завалы, насколько это будет возможно, если не будет опять же новых обстрелов, потому что уже были такие случаи неоднократно. Орки как специально, они делают обстрел, ждут там 2-3 часа и обстреливают снова, как раз в тот момент, когда разбирают завалы. Ну, то есть тут уже, знаете, мне кажется, что после объявления России войны Украине и всех фактов, что происходит за эти там чуть больше месяца, уже ниже упасть морально невозможно. Сергей Владимирович, очень важная тема, в том числе вы сообщали у себя в телеграм-канале об эвакуационном поезде. Мы не будем сейчас говорить откуда-куда, дабы да не сообщать вооруженным всем Российской Федерации маршруты. Но, тем не менее, насколько успешным является, вообще можно назвать успешным процесс эвакуации из Луганской области, из городов, которые подвергаются обстрелам сейчас? Смотрите, учитывая то, что эта работа проводится стабильно ежедневно, я думаю, что, ну как, успешно ее нельзя назвать. Успешно это когда мы бы просто смогли бы в течение там нескольких дней эвакуировать всех людей. Но я могу сказать, что работа проводится удовлетворительно, потому что у нас очень много сопутствующих разных проблем. То есть обстрелы, да. Найти водителей, которые сядут за руль автобусов под обстрелами, это тоже проблема. Автобусы ломаются, проблема. Топливо нужно находить, а у нас в области его просто уже нет. Тоже проблема. То бишь, огромное количество сопутствующих каких-то сложностей. Но они успешно решаются, и люди каждый день имеют возможность выезжать. Даже из таких территорий совершенно жесточайшие обстрелы, которым подвергаются, это Попасное и Рубежное, все равно каждый день вывозят людей. Поэтому в принципе нет никаких ограничений. Единственное, что к сожалению люди немножко беспечно относятся. Знаете, у нас очень много таких вариантов есть, когда мы просим людей едьте в эвакуацию, потому что начинаются усиливаться обстрелы именно в ваших районах. Они говорят, нет, мы будем здесь, тут наши дома. И уже когда прилетает снаряд или мина в соседний подъезд, идет обрушение, то тогда они начинают поспешно собираться и пытаться выехать. А иногда бывает так, что уже целый квартал обстреливается, и людей достать оттуда очень-очень тяжело. Но в целом работа по эвакуации проводится каждый божий день. Сергей Владимирович, понимаю, что не так много времени, поэтому последний вопрос. Я напомню, во-первых, что вчера проходили переговоры, в том числе российско-украинские, находили в Стамбуле, в Долмабахче, в дворце. В то же время господин Шойгу, воскресший, он говорил о том, что главное направление сейчас российской армии это Донбасс. Что бы вы могли ответить сейчас господину Шойгу? Ну, как всегда, я хотел бы его поблагодарить за то, что они украли деньги российской армии, вместо того, чтобы научение их запускать. Огромное спасибо моему березовый памятник поставим на границе украинской и российской, когда победим. Что касается переговоров, моя субъективная позиция, субъективное мнение мое, если один шанс на миллион есть в этих переговорах, то переговоры проводить нужно. И в этом плане я полностью поддерживаю президента в стремлении попытаться все равно дипломатическим путем, хоть как-то, но остановить вот эту войну России против Украины. Но я не верю в то, что россияне могут искренне хотеть остановить войну. Это первое. Второе. Они затягивают специально все процессы, потому что у них колоссальные потери как в технике, так и в людях. Третье. Они однозначно готовятся к широкомасштабному наступлению на Донецкую и Луганскую область. Просто страна достаточно большая, неуклюжая, и они перебрасывают долго свои подкрепления, как технику, так и людей, но однозначно они попытаются выйти на географические границы Донецкой и Луганской республики. Учитывая маниакальность и абсолютно неуравновешенное психическое состояние Путина со всеми вытекающими последствиями, я думаю, они попытаются сделать очередное число, какое-нибудь знаковое, такое, например, как 9 мая. И вот ко дню 9 мая они попытаются эту операцию провести. Поэтому наши защитники сейчас, все, кто здесь находится, готовы к массовым наступлениям, массовым атакам и готовы отбивать все их.